И сегодня гость студии новостей Виталий Ханихоев, юрист, известный правозащитник в республике Бурятия и в городе Улан-Удэм. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ситуация с ТГК-14, конкретно с тепловыми счетчиками. Я знаю, что вы выиграли суд. Можно подробнее об этом и что сейчас происходит? Ну да, Железнодорожный районный суд принял решение в нашу пользу. В чем там дело-то? Дело в том, что согласно приказу правительства по теплоснабжению, по тарифам, для того, чтобы оплачивать по теплощетчику, необходимо, чтобы 100% жильцов, не жильцов, а собственников помещения, в своих помещениях, в данном многоквартирном доме, тоже установили теплощетчики. Они, соответственно, должны быть исправные, поверенные, ну и все такое прочее. Вот. Вообще, вот даже эта позиция правительства мне представляется сомнительной. То есть, почему вот мое тепло должно зависеть от других людей? Я вот получаю тепло, извините меня, я плачу за это тепло, почему я должен платить за что-то еще? Вот. Ну хорошо, ладно. Даже вот если мы становимся на сторону правительства и считаем, что хорошо, пусть 100% жителей, собственников помещений устанавливают. У нас, тем не менее, ТГК-14, вот по данному конкретному случаю, отказала в принятии, в расчете именно по теплощетчикам. Мы говорим, почему? Спрашиваем у ТГК-14. ТГК-14 отвечает, извините, 100% у вас не установлены, не поверены. Мы говорим, ну как так? Это новостройка. В новостройке везде установлены эти чертовы счетчики. В каждом доме. А говорят, да, установлены, но они не поверены. Данные нам не даны. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, наш аргумент-то какой был главный? Наш аргумент был на то, что вот в правилах правительства указано, что 100% должны стоять исправные. А вот то, что поверять в ТГК-14, вот в этом правилах не написано ни капельки. И мы исходили из того, что когда многоквартирный дом сдается в эксплуатацию, везде стоят приборы теплощетчики, которые должны быть исправные. Потому что в противном случае в эксплуатацию дом никто не принимает. Конечно. Да. Ну то есть мы видим вот массив здания, мы знаем, что 100% установлены счетчики, мы знаем, что они исправные, мы знаем, что в принципе они поверенные, да? Ну на момент сдачи эксплуатации. Так. Какого черта мы должны чего-то еще ждать? И судья, суд, встал на нашу сторону. То есть в данном случае я считаю совершенно объективное решение с учетом, так сказать, обстоятельств, с учетом вот этих правил. И тоже посчитал, что вот наши права, они не должны зависеть от прав других пользователей, скажем. А тем временем ты ГК-14 наставила на обратном, да? Да, я вот даже засчитаю. Вот факт того, что не все собственники квартир дома ввели в эксплуатацию установленные в их квартирах приборы учета, не может влиять на право истца оплачивать коммунальную услугу за потребленный объем, определяемый по показаниям прибора учета. Да, то есть вот, ну да, тут вот такой термин получается, ввод в эксплуатацию. Есть исправные поверенные, а есть введенные в эксплуатацию. Ну и вот, соответственно, в правилах-то написано, что должны стоять исправные. Про ввод в эксплуатацию, то, что вот через еще дополнительную фишку, какой нафиг ввод в эксплуатацию. Вы подключите, то есть дом подключен, везде стоят исправные приборы. Вы его приняли на баланс. Что еще надо? То есть исходить из логики ГК-14 можно сделать как ввод в предварительный ввод в эксплуатацию. главный вот в эксплуатацию финальный вот в эксплуатации вот в эксплуатации совсем уже вот в эксплуатацию и за все брать по 10000 вообще шикарно будет то есть мы считаем это к 14 по-своему завод эксплуатации тоже деньги берут эти так что вот так в смысле заводов складаться не берут деньги ну вот в эксплуатацию же всегда оплачивается тоже не просто так происходит что раз мы ввели в эксплуатации же люди приходят они же смотрят их работа оплачивается да А, конечно, да. И у нас многоквартирные здания иногда не могут сдать, вот, кстати, дольщики, которые потом говорят, вот у нас дом построен, а в эксплуатацию не введен, потому что ТГК-14 их деньги вымогает. Ну, 8 миллионов, говорят, подключайте дом, а у тех нету, например. Все, он стоит, дольщики начинают волноваться, ну, и одно за другим. То есть вот этот монополист, он нам, честно говоря, тут погоду-то портит. Понятно, ясно. Спасибо большое. Я надеюсь, что он когда-нибудь успокоится, и мы приручим этого монополиста. Я очень хочу в это верить. Приручать невозможно. Приручение – это какой процесс? Это когда… Нет, я имею в виду не приручить, а научиться с ним договариваться. Называется дрессировать. Понимаешь? Дрессировать. Пусть будет так. Будем дрессировать ТГК-14. Спасибо большое, Виталий, что пришли и ответили на наши вопросы. Более подробно о борьбе Виталия Ханихоева с компанией ТГК-14 и о других делах, которые ведет известный юрист и правозащитник, мы поговорим в программе «Актуальная тема». А сейчас продолжаем выпуск новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова